Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Ох, белокрылка является опасным-опасным вредителем в наших теплицах. Я уже рассказывал о том, почему у многих не получается побороть этого вредителя у себя в оранжерее. Ну в оранжерее тоже, но в теплице в первую очередь белокрылка также опасна. И для открытого грунта капуста уже вовсю заселяется этой белокрылкой. О методах борьбы с белокрылкой, в первую очередь об использовании баверии для борьбы с белокрылкой, я рассказывал и уже не раз. Но сегодня я расскажу вам о важном методе. Это оценки раннего риска повреждения растений белокрылкой. Одним из факторов, почему с белокрылкой так тяжело побороться, является позднее обнаружение этой белокрылки на томатах, огурцах и других, а особенно тепличных растениях. Вот для того, чтобы белокрылку обнаружить, существует расхожее такое, ну такое, ну понимаете, популистское, но совершенно неграмотное мнение, что с помощью желтых таблиц можно побороть белокрылку. Вот побороть, считайте, невозможно. Ну да, вы снизите немножко численность белокрылки, но самое главное, что дают желтые таблицы, это ранее обнаружение белокрылки. Вот такие вот берете желтые клейкие таблички, они двусторонние, и привязываете у себя в потеплице. И наблюдаете за ними. Сюда будут цепляться мухи, сюда будут цепляться какие-то другие там насекомые, бабочки даже иногда, пчелы могут влипнуть. Это к вопросу о том, посещают ли пчелы и опылители наши томаты. Посещают, посещают. Вот, вы не видите, они посещают. И, потому что залипают они нередко сюда. Но все-таки вы, когда обнаруживаете первых белокрылочек на этих желтых клейких таблицах, это означает, что вам ни в коем случае нельзя пропускать обработки. Вам надо обрабатывать и обрабатывать и обрабатывать и обрабатывать ваши растения еженедельно. Обрабатывайте там, ну схем много разных. И там и фитоверм, и не фитоверм, ну много разных схем есть. Но самое главное, что вы должны включать баверию в состав этих обработок, для того, чтобы с помощью комплексного подхода обязательно-обязательно побороть этого вредителя. Безопасно для вашего урожая. Проще всего баверию нарастить. И закваски баверия микс наращиваете, прыскаете, и никакой белокрылки у вас в теплице не будет. Потом не надо будет бегать с какими-то страшными химозными рецептами, чтобы убрать это белое облако. Развесьте желтые клейкие вот эти таблички по всей вашей теплице. И смотрите на них очень-очень внимательно. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.